Добрый день дорогие друзья, приветствую вас на канале Строй Живи. Меня зовут Алексей, я являюсь главным инженером компании Строй Живи в московском регионе. Сегодня мы с вами находимся на одном из наших домиков, который расположен в Серпухском районе в деревне Злобино. Дом из себя представляет полутораэтажное строение общей площадью 84 квадрата. Из особенностей данного дома могу сказать, что он построен на средства материнского капитала. Наш офис находится в городе Чехов, поэтому заказчику отсюда добраться до нас было довольно недалеко. Приехав в офис, он выбрал один из готовых проектов, по которому мы приступили к строительству. Изначально был заключен договор на монтаж свайно-металлового фундамента. Как вы видите, перепад здесь незначительный, поэтому дополнительной обвязки не понадобилось. Сваи идут наши, соответственно, изготовлены на заводе в городе Санкт-Петербург. Обвязка свай выполнена из бруса 150 на 200. Каркас стандартный, соответственно, полы в 200, стропила в 200, внешние стены 50 на 150, внутренние перегородки 50 на 100. Дом планируется для постоянного проживания, поэтому здесь выполнено перекрестное утепление. Каркас ребята собирали в районе двух недель, а если быть точнее, 13 дней. В общем, на дом с внешней отделкой, то, что вы видите с моей спиной, ребята потратили около трех недель. Как я уже говорил, заказчик выбрал один из наших готовых проектов. Нашел он его в нашей группе ВКонтакте, но в этот проект мы внесли незначительные изменения. А именно, по проекту терраски не было. Терраску мы допроектировали и пристроили. Получилось довольно красиво. После того, как был построен каркас, заказчик заключил дополнительное соглашение и в процессе строительства мы еще и выполнили ему отделку. Здесь отделка состоит, соответственно, из садинга. Цвет садинга карамель, обравление углов и окон белым цветом. Крыша зеленого цвета. Все вместе смотрится довольно красиво. Окна заказчик заказывал сторонней организации. В процессе строительства, после того, как было произведено перекрестное утепление и закрыто оно тавиком, ветровлагозащитной пленкой, заказчик ставил окна и мы смонтировали сам садинг. Сейчас давайте пройдем внутрь дома и посмотрим расположение комнат. Зайдя в дом, вы попадаете в большой холл. С правой стороны у нас находится техническое помещение. Это бойлерная и санузел. За моей спиной, соответственно, можно увидеть объединенную кухню-гостиную и комнату, которая находится на первом этаже. Второй этаж разделен довольно просто. Лестничный марш, соответственно, холл и две комнаты слева и справа. В данном доме вполне может разместиться семья из трех-четырех человек. Также вы можете здесь увидеть, как выглядит перекрестное утепление изнутри дома, хотя оно выполнено снаружи. Соответственно, на стены нашиты у нас бруски 50 на 50 через 59 миллиметров и вставлен утеплитель. Утеплитель в 50 миллиметров плотностью не менее 40 килограмм на метр кубический. Данное действие помогает сохранить тепло в вашем доме процентов на 30. Заказчик после того, как мы ему сделали наружную отделку, собственными силами утеплил еще и полы в 50 миллиметров. В будущем утепление будет производиться всего дома. Соответственно, полы будут 200, межэтажное перекрытие в 100 миллиметров, внешние стены 150 и внутренние стены 100 миллиметров для общей шумоизоляции. А сейчас предоставим слово нашему заказчику. Зовут его Андрей и его дочь Ксюша. Как впечатления? Все хорошо. Понравилось, как работает бригада. Делают все в сроки запланированные, очень качественно. Понравилась работа с вашей организацией. Бригада здесь у нас была нижегородская, бригадир Сергей. Возможно, в будущем Сергей приедет на вашу стройку и постарует вам не менее комфортный и качественный дом. Через день приезжал, смотрел на объекте, как идет работа. Далеко живете здесь? 70 километров отсюда. Ну, в принципе, добраться по Московской области бывает затруднительно, тем более дороги сделаются. Пока стройки идет, дороги делают, эстакаду делают. Что понравилось больше всего? Понравилось, как общаются ребята, все понятно, объясняют, если что, непонятно мне было. Ну, в офисе в Чехове мы с вами тоже часто встречались же. Подъезжали к нам? Конечно. Компанию как окончиков выбирали? Окончик выбирал, ну, мне окна устанавливали два года назад. Как бы понравилось. То есть проверены, проверены постарщики уже? Проверены, да, вариант вроде как. Лучше. Ну, красиво, конечно, мне нравится, как у вас терраска здесь смотрится. Это наши изменения. А так сами, 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 сами придумали терраску, жена подсказала. Ну, да, с женой вместе. Женой. Ну, да, мы так и хотели делать. Андрей, а компания наша откуда узнали? На нашем участке, на наших, сосед построил уже, в вашей компании построился, вот. О, как. Я подошел, спросил, пообщались, сказал, что в компании строй живи. То есть получается здесь на участке уже не первый наш дом? Да. Честно говоря, для меня, честно говоря, для меня это тоже новость. Я так понимаю, вот это тоже наш каркасный дом. Да, да, да. Спасибо большое, Андрей. Пожалуйста.